День первый. Симптомы. День первый. Я не знаю, что происходит с остальными пони. Они демонстрируют несколько агрессивное поведение, слишком сильный голод, бессонницу, раздражительность, симптомы, которые видела я и те, о которых мне сообщили. Я несколько измотана, ведь теперь, когда я принцесса, вся ответственность лежит на мне. День четвертый. Прошло уже несколько дней. Я продолжаю расследование того, что произошло. Все кажется таким странным. Может быть, это вызвано новым вирусом? Я стала наблюдать за поведением своих подруг в эти дни. Они действительно были очень странными. Больше всего привлекло внимание большое пятно в глазу Рерити. Она не хотела говорить мне, что с ней случилось. И так сильно хваталась за волосы, что выдернула несколько прядей. Она выглядела довольно напряженной. Это и было то, что я смогла подчеркнуть из поведения пони и их симптомов. Стресс, голод, бессонница, галлюцинации, деменция, раздражительность, пятна на теле, боли в теле, разложение тела. Нет. День пятый. Визит к Рерити. Открыто. Извини, что снова побеспокоила тебя, Рерити. Я просто хотела узнать, как ты себя чувствуешь. Я в порядке, дорогая. Не волнуйся обо мне так сильно. Ты уже видела других? Я думаю, им гораздо хуже. Они кажутся сумасшедшими. Я думаю, они и правда потеряли рассудок. Я не знаю, что происходит, но надеюсь, что ты быстро найдешь решение. Ты и видела мою кошку? Прости, я не видела. Кстати, по поводу твоих пятен. Ну? На что ты этого не п***я намекаешь? Странно это шоу, однако говоришь о нем. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь не ясен, к стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый такой. Время стоит уберечь, ведь игра не стоит.